здравствуйте дорогие наши зрители итак очередной наш репортаж из вильнюса мы находимся в районе ужупис ужупис этот район который считается обязательным для посещения для всех вильнюсе это такой своеобразный район раньше он был неблагоприятный район а сейчас район творческой интеллигенции и всяких креативных людей так что посмотрим почему он же зовется уж ужупис значит как я подозреваю поскольку литовский язык упис это два слова похоже на латышский узупис район на 1 на реке вот тут как раз район огораживает река и за ней начинается собственно говоря сам район уже поскольку этот мостик который ведет в райончик в райончик и есть своя конституция есть свои определенные фенечки ну что ж пойдем посмотрим что такого интересного есть в районе вот люди подошли с чувством юмора это суверенная республика уже писали про и произвыла гласили вот виду на входе прямо в район вид виден пограничный контроль вот у поста ужуписа почта ужуписа можно зайти купить сувенирчики такие вот с символика этого райончик а пока что бросается в глаза целая куча всевозможных галерей тут галерея тут галереи о чем я и говорил что из неблагополучного района этот район превратился в район твор творческой интеллигенции литовской сейчас где-то я видел там еще у него и своя своя конституция вот татушки ну и все вот так все вот в таком приблизительно духе здесь делай на вот висят плакатики что выключаете свои транспортные средства не засоряйте воздух ужуписа что-то сдается и вот дворики тоже дворики разукрашены граффити что немножко освежает ту картину которая была здесь раньше и картина была достаточно депрессивно вот тропы уже у писать вот видно что что в нем есть вот уже можно посмотреть можно по по ней дальше уже двигаться и смотреть что есть вот информационный центр вот понимаете 1 час 24 минуты говорят что нужно прохода этого райончика ну что ж пойдем и что самое интересное мы вас снимем так они как прозвали себя республикой то республики есть конституция и конституция написана на разных языках вот конституция республика заречья на 5 я сам не знаю правило перевел за речь человек имеет право жить рядом с вильнялой то речка вилял отец рядом с человеком человек имеет право на горячую воду топление зимой черепичную крышу не имеет право умереть но не обязан каждый имеет право ошибаться каждый имеет право быть единственным неповторимым каждый бит право любить Каждый имеет право быть нелюбимым Но это не обязательно Но, собственно говоря, я не буду зачитывать Вот забавный 12 пункт Собака имеет право быть собакой Кошка не обязана любить своего хозяина Но в трудоминуту обязана прийти ему на помощь И в таком-то духе С юморком заповеди Не побеждай, не защищайся, не сдавайся Вот Есть на белорусском Как я вижу это Ну и дальше тут всякий Иврит, это вот какой-то вообще арабская вязь Похоже И так далее На разных языках очень много Где-то около 20-30 этих табличек Так что вот Идея у Жуписа Она Уже продвинулась И они вот Даже свою конституцию ввели Творческие люди На входе у Жупис Стоит культура Ангела И она С подписью Каждый имеет право не бояться А вот рядом с ней стоит механическая свинка Которая Без каких-либо этих подписей Но Просто такая вот Прикольная механическая свинка Ну вот И указано, что Этот Касси Нукай И является спонсором Ну вот такая вот свинка Забавная В принципе этот район Он такими вещами И забилует Кафешки Творческие студии И всевозможные Арт-объекты Ну и район туда Как видите Тоже достаточно Рельефный И вот Пятое Счастливое Место Которое Можно найти Вильнюсе Это кот Ужуписа Он наравне С пузом Статуей Миндаугаса Плиточкой Яблочками И воротами Является пятым Счастливым местом И расположен В Ужуписе Кота найти Достаточно легко Он находится Вот как вы идете От центральных ворот Через которые вы попадаете И вот в горочку заходите И там находится кот Мимо него проскочить Достаточно легко Потому что он В принципе Очень незаметный Думается Что символ Должен быть большой А символ На самом деле Весьма маленький Он сидит на Да Ювелирный магазин Вот Ювелирный магазин Это как ориентир коту И значит Кот Ужуписа У него Символ Touch my ear Hem no fear Потрогай мое ухо И не испытывай страх Ну что ж Потрогаем муха В принципе Я до этого не боялся И после этого не боюсь А кот у нас хипует У него Такой блатной кот У него сережка в ухе Вот Но судя по тому Что кот отполирован Достаточно хорошо Весь То есть судя по всему Трогают И не только За все части Да За все части Но тут немножко Он немножко окисился Тут Зад ему не начесывают А так Кота начесывает Достаточно хорошо Вот это кот Ужуписа Это пятый символ Счастье в Вильнюсе И если вы собрали Все пять Вы можете быть Абсолютно счастливы От всего Вот оттуда Можно прийти сюда По дорожке Поднимаясь Вот очередная Такая вот Картинка Из Ужуписа Художники Пытаются Что-то сделать Судя по всему Учитывая Вот там Что стоит Этот бункер Это наверное Одно из бывших Старых советских Бомбоубежищ Которых было Поднастроено Достаточно много И вот Они характеризовались Тем Что вот Эти бункер И вот Вторая Вентиляционная Ну вот Художники Раскрасили стенки Нарисовали Каких-то Да Судя по тому Что пингвины С ракетами Наверное У них Ассоциировалось С этим Ну хоть Как-то там В своей стиле Пытаются Облагородить Правда Народ Радостно Немножко Подзасрал Этот бункер Но По крайней мере Это лучше Чем ничего Только Старые домишки Нет Вот Появляются В них И новострое Вот Такие вот Креативные Домики Небольшие Чтобы Не Портить Архитектуру Ну вот Новострое Есть И вот Целый рядочек Этих Новостроев Пять Или шесть Трехэтажных Домиков И вот Они тоже Сюда Переселяются Люди Которых Есть Какие-то Денежные Средства Потому что Подозреваю Что здесь Не самая Дешевая Жилплощадь Так как Все-таки Это Весьма Близко Находится К Центру И вот Тем самым Облагораживают Район Вот Это Как говорится Очень хороший Наглядный Пример Тому Как Можно Из Полной Задницы Сделать В принципе Нормальный И хороший Район Потому что Вот Сколько Мы уже Можно сказать Наверное Прошли Ужупис С одной С одной Стороны До Другой Так как На фоне Я вижу Красную Советскую Пятиэтажку Что указывает На то Что Мы уже Практически Вышли Из Ужуписа Если Начинается Типовая Застройка Вот Это Тоже Явно Что-то Более Поздние Времена Всунута И вот Да Вот На эту Улочку Посмотреть Тоже Вот Новая Архитектура Причем Она Хорошо Достаточно Гармонирует Да Что Что ты говоришь Я говорю Что-то не пахнет Тут художной Не Ну Тут такая Творческая Интеллигенция Более Такие Но В принципе Да Я про него Говорю Приятный Комплекс И вот Если сравнивать Что Если действительно Верить Тому Что Этот У нас Был Ужупис Была Приблизительно Такая же Срань Как у нас Маскачка В 90-е Годы В Риге Есть Московский Форштад То Скажем так Ужупис При прочих Равных Шагнул Сильно Вперед Потому Что Московский Форштад Уже Меньше Чистится Но До сих Пор Очень Много Всевозможных Гоблинов Вот И Только Такие Первые Ростки Новостройки У нас Появляются Куда Поселяются Нормальные Люди То В Ужупис Сколько Мы Прошли В принципе Ни одного Гоблина Не встретили Пенсионеры Немного Ходят Но В принципе Все Цивильные И Культурные А вот Таких Интеллигентного Вида Людей Достаточно Много Видели Достаточно Много Мест Где Реставрация Идет Они До сих пор Вот Этот Ужупис Они Его Реставрируют И тянет И вот На Моделях Видно Как Это Будет Выглядеть А Пока Это Выглядит Приблизительно Вот Так Вот Да Ужупио Мекас Мекка Ужупиуса Наверное Но Это Ангел Это Символ Ужуписа Тоже Один Из Вот Разрисованных И вот Это Типа Мекка Ужуписа Здесь Будет Вот Так Как Там Я Понимаю Они Перестраивают Кардинально Вместе Со Всеми Дворами Здесь Да Будет Да И вот Тоже Вот На Балкончике Сидит Скульптурка Птичка Голубь Вот Так Вот Если Не Приглядываться Может Показаться Что Это Живая Птичка Вообще Район Забавный И прикольный Учитывая Что Он Еще Строится И Активно Реставрируется Я думаю Что Лет Через Десять Здесь Будет Вообще Классно Потому Что Вон Тоже Дворы Там Живет Народ И вот В плане Джентрификации Я употребил Умное слово Я его выговорю Это Достаточно Хороший Наглядный Пример Как Можно Изменить Район Причем Район Который Находится Достаточно Хорошо В хорошем Месте Для сравнения От нашей Квартиры Которая Находится В самом Центре Мы Ехали Сюда По-моему Один Километр Было Это По дорогам Если Пешком Наверное Даже Быстрее Райончик Приятный Еще Чуть Подчинить Подшаманить И Будет Совсем Хорошо Тут Местами Еще Не совсем Хорошо Но Происходит Процесс И На самом Деле Реконструировать Реставрировать Кучу Старинного Это Не Самое Легкое Занятие Строит Как Была Просто Будочка И Вот Строит Весь Ужупис Он Постоянно Да Створческим Но Постоянно Что-то Делается Постоянно Что-то Строится Вот Вы Как Раз Спустились К речушке Которая Отделяет Ужупис От Всего Остального Вильнюса И Вот Пройдемся Тут Такой Небольшой Променадик Есть Ну Совсем Небольшой Там Мостик На него Можно Я думаю Будет Забраться Вот Креативная Зебра Лошадка Сделана Это я даже Не понимаю Что Какие-то Камешки Ну В общем Народ Здесь живет Творческий На него Творит Некоторые Вещи Забавные Некоторые Вещи Некоторые Вещи Не совсем Забавные Вот К примеру Вот Такое Творчество Я Не знаю Не разделяю Что хотел Выразить Автор Этим Ну Что-то Наверное Хотел У каждого Другой стороны Своё Видение Мира Вон Стоят Вот эти Флюгеры Тоже И Инсталляция Стиральную машину Там Идет Экскурсия Сейчас Мы с ними Разменяемся И продолжим Москва Речники Разноцветные На деревьях Не Ну Вообще Место Такое Достаточно Забавное Интересное Со Своей Аурой И Харитмой Вот Очередное Творчество Обитателей Ужуписа Вот Ещё Тоже Забавная Штука Что Вот Есть В Жуписе Вот Это Сауна А вот Ужуписа Типа Есть Календарь Что Они Там Хотят Этого Календаря Выставить Не Ясно Но Вообще Такие Ребята Забавные Забавные С другой стороны Никому Не мешают Делают Прикольные Красивые Вещи Некоторые Красивые Некоторые Просто Прикольные И вот В этом месте В кадр У нас Попал Отборный Русский Мат Я Пошёл На звук Смотреть Что же Такое Произошло И вот Эти два Милых Джентльмена Которые Находятся В состоянии Алкогольного Подпития Делились Своими Детскими Воспоминаниями Из Ужуписа Точнее Вот Джентльмен Постарше Джентльмен Помоложе Используя Русскую Апцентную Лексику Объяснял Что его Детство Прошло В этом Доме И В Ужуписе Он уже Не тот А когда Он был Молодой То Если ты Хоть чуть-чуть Расслаблялся То с тобой Сразу Вступали В половые Отношения Скажем так Я переведу Это в более Цивильной Форме Вот Русалочка А ещё Один из Символов Ужуписа Но она Более поздно Более Поздний Объект Уже Добавлен В общем и целом Подытожив Пропагогу По Ужупису Я могу сказать Что В этом отношении Литовцы Молодцы И вот Хотя бы Нам у них Учиться И учиться С нашим Злополучным Московским Форштатом Потому что Они Достаточно Убогий Район Превратили В принципе Место Туристического Притяжения Учитывая Что На дворе Поздняя Осень Это Деньком Повезло Сейчас Ноябрь Солнышко До этого Был дождь Мелкий Моросящий И очень Паршиво Так что Туристов Тоже Не особо Много Я Учитывая Что Как Достаточно Обстоятельно Ко всему Подходят Литовцы Я думаю Ещё Каких Лет Пять Сем И Ужупис Станет Ещё Приятнее Ещё Забавнее Мне Честно Говоря Хотелось Бы Повторить Экскурсию В Ужупис Уже В летнее Время И посмотреть Что же Тут Изменилось И что же Стало Так что Если вы будете В городе Вильюсе Ужупис Я Однозначно Рекомендую Для посещения Это вот Из Категории Масси Находится он Близко От центра Так что В принципе Добраться легко И особо Много Времени Не займёт Если не сидеть Не изучать Каждый камень Плюс Из Ужуписа Можно пройти В некоторые Исторические Достопримечательности В общем И целом Рекомендую Если вам Понравилось Это видео То ставьте лайки Те кто не подписан Можете Подписаться Подписаться На канал И также Можете нажать На колокольчик Вам не сложно А нам Приятно Тем более Что колокольчик Поможет не пропустить Наши новые Видео Их у нас Еще даже Из поездки Из Литвы Припасено много А также И другие Видео Будут выходить На нашем канале До новых встреч В эфире Чао